Книга Пророка Исаии, глава пятьдесят девятая Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину, надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Высиживает змеиные яйца и ткут паутину, кто поест яиц, их умрет, а если раздавит, выползет ехидно. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Дела их, дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озаренья, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые, стену, и, как без глаз, ходим ощупью. Спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его, спасения, но оно далеко от нас. Ибо преступления наши многочисленны пред тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас. Ибо преступления наши с нами, и беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти, и не стала истиной, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда, и видел, что нет человека, и удивлялся, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню и шлем спасения на голову свою, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим, яростью врагам своим, местью островам воздаст должное. И убоятся имени Господа на западе, и славы его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века. Субтитры создавал DimaTorzok